Моя семья знает, что у меня субботний день перед воскресным богослужением. Этот день скуки. Я ничего не планирую на этот день. Много раз я пробовал, когда мы говорили, ну, пастор, у тебя же готова проповедь? Может быть, мы съездим куда-нибудь там, ну, все-таки суббота. Для моей семьи, для многих, это чуть ли не один выходной, когда мы можем все вместе провести. И я много раз убеждался, если я в субботу чем-то занимаюсь, интересным, да, я приезжаю. Я никогда не бываю в такой готовности к воскресной проповеди, как если я просто ничего не буду делать в субботу. И моя семья знает, ничего. Мы даже фильмы, как правило, не смотрим в этот день по вечерам. В этот день я скучаю. Я называю это для семьи, я настраиваюсь на горни. Я просто хожу, я стараюсь ничего не делать. Может, там в лес пойти погулять или еще что-то. И начинают словно приходить вот в этом состоянии скучающего разума. Приходят разные идеи для проповеди. Именно в субботу. Именно в субботу. Поэтому, когда вы стоите в очереди или едете в транспорте, и вам скучно, что хочется сделать? Достать сотовый телефон и начать там либо играть, либо что-то там смотреть, правда же? Хочется сделать. И когда вы это делаете, вы лишаете себя креативности. Вы еще одну пару туфель себе в голову закупили, хотя еще прошлые порой не сносили. Ну, просто еще одна очередная пара обуви. Точно так же, смотрите, во время скуки приходят мысли о ценностях. И ты начинаешь замечать ближних. Тоже исследователи обратили внимание, что скучающие люди намного больше помогают ближним. Это парадоксально. Но если вы подумаете, когда тебе очень хорошо, когда ты очень увлечен, до тебя не до остальных, а когда ты скучаешь, ты вдруг начинаешь замечать людей, которым трудно, которым плохо, делать нечего, может, хоть ему помогу. И в итоге скука, она делает человека намного более открытым для того, чтобы помогать другим людям. Но и это еще не все. Исследователи говорят, что именно когда человек скучает, он начинает смотреть словно со стороны на свою жизнь. и думает о ценностях, о целях своей, своей жизни во время этого. Туда ли я иду? И часто именно это помогает изменить направление жизни, подняться на какую-то более высокую духовную ступень. И не случайно еще Ницше говорил, что человек, который обороняется против скуки, защищается против скуки, на самом деле он защищается против себя самого. А мне кажется, даже не только против себя самого, но здесь есть кое-что еще, я об этом в конце скажу. Поэтому драгоценные все исследования говорят, говорят, что скучать не только не вредно, полезно и даже необходимо. В этом заложен один из секретов молитвы созерцания, потому что мы настолько привыкли занимать свой ум постоянно. Мы даже во время молитвы все время хотим занять свой разум. У нас тут кипишение мыслей, наших хотелок, наших планов, наших желаний. Благослови, благослови, сделай, измени, помоги. Аминь. И вот мы приходим, молитва созерцания, садимся. Пастор, а что делать? А ничего не делать. А о чем думать? А ни о чем не думать. В смысле ни о чем не думать? Ну о Боге думай. Ну понятно, что о Боге. А еще? Да ни о чем. Люди сидят. когда приглашаешь на молитву созерцания у всех такое представление ну если пастор об этом так интересно рассказывает, наверное мы приедем на молитву созерцания или на выезд созерцания как сядем и ба-бах и мы такие сидимся и тут с одной стороны Моисей и с другой Илья и такое чувство, и мы на горе и тут дым и мы такие сидим, Господь и вот с таким настроением приезжают на молитву созерцания приезжают на выезд садятся в предвкушении и все больше становится скучно и тут хоть бы на кнопку нажать которая тебе боль причиняет хоть какое-то развлечение уже все изучил стул изучил ботинки изучил поп под ногами изучил вид за окном изучил пастор говорит концентрируйся на жизни потом перейдешь к источнику жизни ну концентрируешься ну это же одно и то же и нет ничего нового под солнцем и все это томление духа скучно во время этого последнего выезда я особенно, знаете, переживаю за молодых людей потому что молодые вот это поколение молодое они особенно не привыкли к скуке выросшие это в эпоху научно-технического прогресса интернета и социальных сетей им вообще скучать нельзя я особенно смотрю на них как они себя ведут и вот во время последнего выезда один молодой брат ко мне подошел говорит пастор я уже не могу надо ехать хочу уехать раньше я смотрю в его глаза такая скука видно ему так скучно просто измучился весь от скуки не то совсем ожидал я ему сказал говорю дорогой брат останься до конца не пустим тебя думаю только вторитет пастора убедил его не уезжать и уже когда был самый последний вечер во время выезда этого выезда тишины молчания скуки и поскольку нельзя было разговаривать я смотрю опять этот брат ко мне идет я думаю ну что он сейчас-то идет уже завтра утром уезжаем неужели до сих пор не может он подошел ко мне и поднес мне бумажку поднес мне бумажку поскольку разговаривать нельзя и дал мне ее знаете вот у меня вот до сих пор она осталась с выезда здесь с одной стороны написано можно вас обнять а с другой слава богу за вас и у меня мы конечно с ним обнялись с этим братом но когда я посмотрел в его глаза я видел что-то в это время скуки с ним произошло если бы он уехал раньше ни этой записки ни его переживаний бы не было то он уехал и 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 он уехал